Аллилуйя! Дорогие друзья, я приветствую вас во имя Иисуса Христа на этом месте. Слава Богу, что вы здесь, что вы смотрите, что вы присутствуете. Я благодарен Богу, что вы смотрите эту передачу. И это говорит о том, что вас Бог касается через нее. Поэтому всегда слушайте, что Бог будет говорить к вам. Иногда мы думаем, что как Бог говорит с человеком? Бог использует для этого простые физические вещи. Бог тоже пользуется доступными средствами для нас. Бог не сверхъестественно говорит к нам. Он говорит и сверхъестественно, через знаки, через знамения. Но также Он говорит через простого человека. Чтобы тебе помочь муравью, тебе нужно стать муравьем. Поэтому Бог стал человеком, чтобы помочь человеку. Аллилуйя! Слава Богу! И я вдохновляю каждого верующего, у которого есть проблемы, трудности, финансовые. Знаете, вы думаете о финансах, вас тяготит то, что у вас их нету, то, что вы их получаете, тут же отдаете, тратите. Вас это напрягает. Или у вас какой-то недуг физический в теле находится, он мучает вас. Или у вас с ребенком проблемы. Или у вас еще какие-то проблемы. Я хочу сказать, как Слово Божие нас вдохновляет, побуждает. Все заботы ваши возложите на Него. Ибо Он печется о нас. Он заботится о нас. Все заботы. Если вы хоть одну заботу не возложили на Христа, на Господа, вы ее сами будете решать. Вы надорветесь. А Господь не надорвется. Поэтому возложите все заботы ваши на Него. Это вы как, знаете, тяжелые вещи берете с собой в поездку. И вы знаете, вы их не на себе тащите, а вы такие раз в машину погрузили чемоданы. Значит, почему? Машина везет ваши чемоданы, ваши вещи. Также Христос. Христос говорит, отдай мне свои сложные переживания. Занимайся размышлением над Словом. Прибывай в моей радости. И сверхъестественно, Господь поможет тебе решить все твои проблемы. Мы же не говорим, что убегай от проблем. Мы говорим, возложи их на Христа. Прибывай в общении со Христом. Потому что проблемы посланы в нашу жизнь только для того, чтобы нас разъединить со Христом. Библия говорит, ничто не отлучит нас от любви Христовой. Ничто. Ничто не может нас отлучить. Но отлучает. Потому что верующие, с их разрешения это все происходит. Они сами берутся и отключают. Поэтому не делайте этого. Возлагайте. Через заботы дьявол пытается вас поссорить с Богом. Охладить ваши отношения. Если мы позволим наши отношения охладить с Богом, нашу любовь, наш огонь, если он остынет, все, это падение наше. Мы тогда потерпим неудачи. Мы потерпим крах в жизни. Поэтому не давайте дьяволу через физические проблемы, через разные эти умственные такие гонки, когда мы слишком много думаем, как же это сделать, как же то, как же так, как же это, нас могут загнать. Прибывайте в общении со Христом, и Господь покажет вам путь превосходный, покажет, как вам сделать и решить этот пример, эту задачу. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Потенциал веры». У твоей веры есть огромнейший потенциал. Огромнейший, громаднейший потенциал. И, к сожалению, многие к нему не притрагиваются. Многие останавливаются, остаются на начальном этапе веры. Уверовал во Христа, поверил, что Бог простил твои грехи и дал тебе жизнь вечную, и на этом остановилась его вера. Но я вам скажу, дорогие друзья, почему идет еще раз, мы берем этот аспект, этот предмет веры. Почему мы говорим второе уже воскресенье подряд о вере. Почему? Потому что Бог видит в этом нужду. И Он хочет сегодня помочь нам решить нашу главную проблему. Потому что если у тебя нет веры, ты вообще не знаком с Богом. Вот представьте себе такой пример. Мы будем говорить о потенциале. Потенциал – это заложенная возможность. Это легально заложенная возможность. Вот как в шишке, знаете. Вот мы смотрим на шишку, да? Мы видим шишку, а кто-то видит в ней тайгу, лес. Кто-то смотрит на зернышко. О, зернышко пшеницы. Вы знаете, сколько в нем заложено, какая силища в семени заложена? Поля. Миллионы тонн пшеницы. Это накормленные люди. Это счастливые люди. Есть, конечно, есть производство неба, как у Иисуса было, что Он накормил пять тысяч людей хлебами. Эти хлебы сделали ангелы. Это все было взято из царства. Но первоначальные булочки и рыба были все-таки с земли взяты. Если мы хотим видеть сверхъестественное, тогда нам в естественном нужно тоже навести порядок. Вот представьте, мы говорим сейчас о потенциале веры. У вас есть вера. И у нее есть огромнейший потенциал. И вы такие говорите, я не кто. Какая разница, вы кто или вы никто. Важно, что у вашей веры, у вашей веры в Бога, вера, которая началась, знания теперь, которые вы получаете, есть огромнейший потенциал. И сейчас речь идет не о вас, а о том, что вы имеете. Так же мы говорим. Например, это мы же не говорим, мы же говорим о семечке. Значит, у семени есть большой потенциал. Представьте, если худой подросток, он увидел большого накачанного дядю с такими мышцами просто. Все такое рельефное. Такое большое, громадное. Он смотрит на себя, знаете, как на хлюпика, такого тоненького, которому надо камни в карманы класть, чтобы ветром не сдуло. И представьте, вот он пошел в зал заниматься, берет штангу такой. Такой в зеркало смотрит. Худые кости. Кости обтянутой кожей. Он дальше такой рвет, рвет, рвет мышцы, срывает их с места. Начинает кушать. Белки. Вы знаете что? У такого подростка есть большой потенциал. Я видел одного такого худого парня. Худющий был и высоченный. В школе учился. Но однажды я увидел его через несколько лет. Я поверить не смог. Это знаете, такое ощущение, что Кинг-Конг сбежал откуда-то. Вот. Реально. Реально. Я поверить не мог. Я думал, что такие только в фильмах бывают. Это был просто накачанный, здоровеннейший парняга. Он был худющий. Я говорю, кожа и кости. Но потенциал у него был большой. И знаете, что он решил? Что он возьмет и использует этот потенциал. И так раскачался. Так накачался. Ни одной жиринки, только одни сплошные мышцы. Вот я удивился. Представьте, в духовном мире также есть дистрофики. Христиане дистрофики. У них никакой веры нет. У них есть потенциал. Спрашиваешь, что ты не качаешься? Что ты? Начни здоровым будешь таким, сильным будешь. Все. Он не качается. Он не верит, что он накачается. Знаете, многие подростки, они не верят, что они так могут накачаться. Но я вам скажу, из маленького мальчика, потом вырастает здоровый мужчина, даже если он не будет ничего не качаться, у него потенциал расти, вот стать, стать как его отец. Это мы говорим о потенциале его мышц, о потенциале его физического тела. У тела есть тоже большой потенциал. И мы, кстати, многое даже не притрагиваемся даже к физическому телу. К потенциалу физического тела мы не притрагиваемся. Ведь когда мы даже смотрим, какие-то результаты, в рекорду книгу Гиннесса попали или что-то еще, мы видим, что люди просто, они поверили в то, что невозможно поверить. И когда мы смотрим, мы думаем, как он это делает? Как он это делает? Это невозможно. Наши глаза это видят, но наш разум, он пытается объяснить, как это возможно. Что это за суперчеловек? Это не суперчеловек. Это человек, который поверил, что многие вещи возможны. И они стали возможными. И весь мир теперь это видит. Они это делают запросто. Итак, мы говорим теперь о духовном. Мы говорим о вере. Каждому христианину ему нужно слышать учение о вере. Ему нужно свою веру раскачивать, накачивать, тренировать. Это нужно, это необходимо. Это мужчина или это женщина. Мы же не говорим сейчас только о качках. Мы отодвигаем этот пример. Мы говорим, что надо веру тренировать, чтобы благодаря нашей вере мы могли жить. Потому что праведный чем будет жив? Верою. Верою. Знаете, что Иисусу Христу нужна была вера? Пойти на крест и умереть. и ждать, что на третий день его отец воскресит из мертвых. Ему нужна была вера, потому что Иисус после своей смерти попал в ад. Вы скажете, что ты говоришь? Да. Библия говорит, что он спустился. Иисус еще раньше говорил, что как Иоанн Иона был три дня в очревике, да, так и сыну человеческому положено будет в сердце земли три дня. И он был там. Он забрал ключи ада и смерти, он не мучился от грехов. Иисус спустился в ад, потому что он был под грехами. Он взял грехи всего мира. Ему надо было веру в то, что не он будет страдать, а что он пострадает на кресте, спустится в ад, а Отец его воскресит из мертвых. Иисусу нужна была вера. Поэтому мы видим, что в Гефсиманском саду и до этого пришли, когда на горе преображения Моисея, Илья. И они увещевали его, они с ним разговаривали. Они ему говорили об его исходе. Они говорили о том, что ему нужно совершить. Они его поддерживали. Потом мы видим, что ангел пришел и поддерживал Иисуса Христа, потому что ему нужно было такое великое событие совершить. Пострадать за все человечество. И для этого Иисусу нужна была вера. Вы скажете, Богу не нужна вера, но Иисус был в человеческом теле. Он был человеком, и свое божество он отложил на 3,5 года, на 33,5 года. И он прожил жизнь, которую должен был прожить человек. Вначале нам Бог дал нашего Отца, это был Адам. И он увел нас от Бога. Он сделал ошибку, он допустил. Иисус пришел и показал теперь правильный пример, как нужно жить на земле. Поэтому мы Иисуса считаем своим учителем, мы его считаем своим Господом. Вера это результат от встречи человека с Богом. Вера, она появляется внутри человека. Она появляется внутри человека, когда человек сталкивается с Богом. Каким способом? Например, те, кто-то благовествует о Христе. Бас! В тебя вселяется вера. Ты слышишь это? Ты слышишь о любви Христа? В тебя приходит вера. Тебе говорят, хочешь ли ты помолиться? Хочешь ли ты принять Христа? И ты говоришь, почему бы и нет? Хочу. Хотя сам еще до конца всего не понимаешь. Но ты просто по вере делаешь шаг. Знаете, вот это первоначальные шаги веры. Человек обращается к Богу в первый раз. И для этого тоже нужна вера. Потому что если человек никогда не обратится к Богу, это говорит о том, что у него не было веры. И если неверующему человеку рассказать о Христе и сказать, хочешь помолиться? Ведь он же вначале только слушает. А потом ты говоришь, хочешь какое-то проявление веры сделать? Он говорит, да. Хочешь принять Христа? Он говорит, да. Повторяй за мной. И человек повторяет, ты ведешь его в этой молитве, он принимает Иисуса Христа и все вместе с Иисусом. Библия говорит, что Иисус есть наш начальник веры. В послании евреям говорится, что взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа приходит начальник в нашу жизнь, власть меняется и с этого момента вместе с Иисусом рождается внутри нас вера. Теперь мы можем общаться с Богом. Иисус это связующее вино, звено между отцом и падшим человечеством и его детьми, то есть измененным человечеством, рожденным свыше. Откуда приходит вера в жизнь человека? Римлянам 10-17. Итак, вера от слышания, от слышания от слова Божия. Мы все это знаем, что вера приходит от слышания слова Божьего. Она приходит, но она не приходит большой, она приходит маленькой начальным классом, она приходит самым маленьким рожденным младенцем, можно так сказать, но он уже появился. Он уже появился, знаете, вот младенец появился, но Иисус, он тоже появился однажды, видя младенца на этой земле, Библия говорит об этом, младенец дан нам и так далее, но Иисус он вырос. Когда Иисус был младенцем, он мог что-то сделать для людей, он мог ходить, благовествовать, изгонять бесов, нет, но надо было вырасти. Есть вера, которая, она есть, она есть, но она как бы беспомощная, она просто вот общается с Богом, просто принимает что-то от Бога, то есть канал, то есть вера в жизни человека, это канал, через который теперь приходит свыше в жизни человека молоко, знаете, которое ему нужно, словесное молоко, чтобы возрасти во спасение, Слово Божие и так далее, благословение приходит, но сделать он ничего благодаря этой вере не может. Чтобы что-то сделать, ему надо предпринимать шаги, практические шаги. Обычно мы знаем, что младенцы этого делать не могут. Вера в существование Бога не приносит радости. Задумайтесь, если вы еще верите в Бога, это не говорит о том, что вы счастливый, радостный человек. Почему? Я объясню, почему. Потому что он для вас чужой и далекий. А вот близкие взаимоотношения с Богом приносят радость. Почему? Теперь тот далекий Бог, о котором вы знали, что он где-то есть. Вы же не знали его. Вам какая разница, он есть или его нету. Вот она приносит радость. Близкие взаимоотношения, когда ты познакомился с Богом, вот тогда радость. Знаете, сколько людей верят в Бога? Верят в Бога. А вы спросите, вы общаетесь с ним, у вас есть радость? Нету радости у них. Они даже не понимают, что даже радость должна быть от общения с Богом. А если ты разговариваешь, вот представь, что когда в твою жизнь приходит любовь, любовь приходит в твою жизнь, то ты становишься настолько опьяненным, ты становишься как бы таким неформальным человеком, отсутствующим, ты летаешь, тебе хорошо, тебе классно, ты влюблен. Вот представь, когда ты встречаешься с Богом, Библия говорит, что Бог это есть любовь. Не любовь это Бог, Бог, которого мы верим, это есть сплошная любовь, сплошная доброта, сплошное счастье. И вот представь, ты когда веришь, что где-то есть любовь, но когда ты никогда не пробовал ее, или когда ты с ней встречаешься, ты получаешь свою жизнь теперь, тебе так хорошо, и поэтому ты становишься счастливым. Когда ты соединился с Богом, а когда ты просто веришь в Бога, что Он где-то есть, за космосом или где Он там находится, какая у меня разница, что Он есть. Для меня Он все равно чужой, для меня Он все равно бесполезный, практически я ничего не имею от Него, я живу сам в этой жизни, сам выживаю, но когда ты встречаешься с Богом и уже лично знакомишься, и потом ты Его называешь Отцом Своим, вот тогда приходит счастье в твою жизнь. И вот мы говорим о том, что вера, потенциал веры, она должна расти, вера в жизни христиан должна расти, я просто говорю сейчас, это обязательно. Вы скажете, а это для всех? Да, это для всех верующих. вы спросите, например, а вот когда рождается ребенок у женщины, у всех ли женщин должен ребенок расти? А? Конечно, у всех. Мы скажем, о чем вопрос вообще? Как это? Нет, у этой должен расти, а у этой должен всегда быть маленький. Она нарадуется, она потом будет уже не радоваться, что это он не растет. Доктор, доктор, проверьте его, почему он не растет. А доктор скажет, вы его не кормите? Надо веру кормить, надо провоцировать веру. Давайте прочитаем одно местописание Матфея 17, 20. Там был случай, когда не могли изгнать нечистого духа, и пришел Иисус и сделал это. И ученики задают вопрос, почему? И Иисус отвечает, Иисус же сказал им, по неверию вашему. Вот, почему вы не можете решить какую-то проблему в жизни? Неверие. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Извините, звучит как сказка, звучит как фантастический фильм. Когда мы говорим фильм фантастический, мы имеем ввиду нереальный. Знаете, когда мы смотрим фильм, и, например, в начале фильма написано, фильм основан на реальных событиях. Мы такие, о, ну это было. А когда мы, например, смотрим фантастический фильм, мы понимаем, все ерунда, все выдумка. Знаете, если просто прочитать, да, прочитать вот так просто, знаете, взять просто прочитать то, что Иисус написал. Фантастика, Иисус, ты фантаст. Но, я хочу вас разубедить, Иисус не фантаст, и фантастику он точно никогда не показывает, не проповедует. Он говорит о реальности. О реальность, которая, ну представь, когда тебе говорят о фантастике, ты такой, ну все понятно, ты как бы спокойно себя чувствуешь. Но, когда тебе говорят, твоя вера, будучи даже самой маленькой, но вера сможет, ты будешь видеть, как горы переходят. Вот альпинисты лазают на Эверест, ты такой берешь Эверест и говоришь, тебе говорю, Эверест, прямо сейчас оторвись от своего основания векового и перейди в какую страну, подскажите, в Финляндию, и все сюда будут ездить, будут лазить. Вы знаете, что, если у человека будет такая вера, то она перейдет, она перейдет. Мы читаем дальше, что Иисус, он тренировал, он показывал своих учеников и всегда он тренировал в них веру. Иисус как тренер был, запомните, он был как учитель, он был как Господь и одна из функций, очень важная функция, которую многие верующие, воскресные верующие, вот так уточняю, подчеркиваю, воскресные верующие забывают. Они не верят и не знают, что Иисус это тренер. Теперь Дух Святой, Иисус, Он ушел, послал Духа Святого. Дух Святой наш тренер. И когда тренер смотрит на тебя, он говорит, да, да, тренироваться надо, надо потренироваться здесь, вот это, вот это, так, тебе нужно вот эти вещи, пойдем. И берет тебя, садит в лодку и засыпает. И буря на этом там все буршует, бурлит там волнами, заливает их, а Иисус про себя смеется. про себя смеется, так догадаются они проявить веру? Нет, не догадались, разбудили Иисуса тренера, он быстро утихомирил бурю и сказал, вы должны были это сделать, где ваша вера? Где ваша вера? Благодаря вере вы должны были запретить ветру. Мы не говорим о фантастике, Иисус никогда не говорил о фантастике, хотя выглядит на первый взгляд как фантастика, что-то нереальное, вот вы просто возьмите, просто поверьте, что любая любая девочка, девушка, женщина может делать такие невероятные чудеса, любой мальчик, любой мужчина, любой дедушка может такие вещи делать невероятные, потому что Библия об этом говорит, горы отрываться будут. И что здесь в 20 стихе мы читаем? Что Иисус пообещал? Он говорит о потенциале веры, твоей веры, которая у тебя есть, но она начальная, она может стать такой, она может стать какой? Прочитайте последнюю часть стиха. И ничего не будет невозможного для вас. пока для вас есть еще что-то невозможное. Это говорит о том, что у вас есть проблема с верой. С верой. Вы младенчик. Вы думаете, что вы взрослый верующий, а Библия говорит, младенец, такой хорошенький, такой любиленький, такой думающий, что он все знающий, младенчик. Знаете, как дети, они все знают. Все знают. А взрослые смеются над ними, улыбаются и говорят, да, 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 ты все знаешь, ты все знаешь. Такой, ничего не можешь. Для чего нужна вера? Верую человек взаимодействует с духовным миром. Верую человек общается с Богом. Никто мне не может сказать, что физически приходит к нему отец, Бог-отец, садится и разговаривает с ним. Все происходит по вере. Или к вам приходит Иисус, или Дух Святой приходит каждый день, и вы вот так физически общаетесь, пьете чай, что-то еще. Все действует по вере. Это духовный мир. Бог есть Дух, Библия говорит. Мы общаемся с Ним, да, по вере, на основании веры. Мы его переживаем, но для этого нам нужна вера. Верой человек общается с Богом. Вера это мост, это канал между духовным и физическим миром. Вот представьте, например, Давид сказал Голиафу, когда было поединок, сражение, он с ним разговаривал с горой. Мы видим вот эти моменты, когда Давид разговаривает с горой и говорит, впереди и все произошло. Он говорит Голиафу, ты идешь на меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа и убил его и победил и всех израильчан освободил от рабства. И такая была радость и победа. Понимаете? Вопрос, как Давид мог идти против Голиафа во имя Бога, которого никто не видит? Как? Уверенно, ты идешь на смерть, мальчик, мальчик, мне жалко тебя, мальчик, не надо. Иди к папе, иди к маме. Только верою, только верою Давид это мог сделать, так как физическими глазами то, что делал Давид, было просто безумием. Вы поймите, что вера, она, когда человек не верующий, он смотрит то, что делает человек верой, и он говорит, это безумие, это безумие. Это говорит о том, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что о всем надо думать духовно. Понимаете? Духовно, на основании веры. Мы видим, что человек делает реально уверенные вещи. Верующий человек это уверенный человек. Но для простых людей это кажется, он с ума сошел. Он с ума сошел. А он не сошел с ума. Он видит духовный мир глазами веры. Все герои веры, записанные в Евреям 11 главе. Они использовали свой потенциал веры. Героями они стали только благодаря своей вере. Никакой не было у них, никто не стал из них героями благодаря своему уму, физическим способностям. Авраам, дедушка, уже был мертвый физически, как бы, не мог рождать детей больше, не мог производить. Он стал отцом. Скажите, где связь, где логика? Старый дедушка, сто лет, рождает сына. Где логика? Объясните мне, никакой логики, никакой вообще, это никак не сопоставимо, вода и масло. Благодаря вере, он стал не просто отцом, одного ребенка, каждого верующего. Бог ему пообещал, и мы также относимся к этому обещанию. Авраам, посмотри на небо, вот тут столько у тебя будет детей. Посмотри на песок морской, столько будет у тебя детей. Он говорит, я в омертвении, но он на это не смотрел. Он смотрел на Божье обетование, на Божью славу, и он преуспел, он преуспел. Сейчас он на небесах, Авраам. И он радуется, когда рождаются свыше, потому что через темя, которое должно было прийти через Христа, мы рождаемся свыше. Аминь. Аллилуйя. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok